повыкидывали из этих самых хулиганов, которые есть. Но я думаю, что сейчас они соберутся с силами, под новыми именами рвануться в бой для того, чтобы нам с вами портить дальше вечер. Вот такая у них, друзья, работа неблагодарная. Вот. А я, друзья, тогда начну с комментариев, описание, как произошла встреча с Сергеем Ивановичем. Мы с ним знакомы давно, еще до 2009 года, когда он презентовал президенту Медведеву тогда технологию Skyway. Вы видели сейчас в репортажах реакцию. Я бы не сказал, что тут некоторые Медведева ругают за это. В принципе, хорошая реакция такая. Денег не дал, но тоже ничего страшного. Он же сказал, что инновация в принципе есть денег. Найдете, стройте. Вот мы нашли и строим. Вот. Поэтому все, в принципе. А Сергей Иванович, он когда сделал доклад, и после этого к нему многие подходили, и вопрос был такой, что куда ты лезешь, зачем ты поддерживаешь жуликов, зачем тебе это надо. Вот. То есть, ну такая как бы... Понятно, что чтобы вот на таком уровне президенту на госсовете заявить, это надо иметь определенную, скажем, смелость, определенное мужество, определенную веру в проект, определить... вот, определенную, скажем так, интуицию, вот, которую проявил Сергей Иванович. Но вообще я очень много с ним сталкиваюсь на разных выставках, на разных мероприятиях, где он действительно очень такой ищущий человек, который постоянно хочет что-то новое. Даже вот он в интервью сказал, что делают ветропарк в Ульяновской области, где энергию будут вырабатывать соответственно электроэнергию и для потребления парка, и для внешних нужд. И я когда зашел на выставку, первое, кого я увидел и встретил Сергея Ивановича, я прямо сказал, что Сергей Иванович, вот вы не поверите, ну, вот, наверное, вас я, как бы, рад видеть на этой выставке более чем всех остальных. Я говорю, пойдемте на стенд, я вам покажу, что сделано и до чего мы сегодня продвинулись. И он когда увидел, он настолько был довольный, он говорит, ну все, друзья, мне там вот все эти там 8 лет, 7 лет там говорили, что это все утопия, что я не то поддержал, что такого не может быть. И теперь, когда я вижу, говорит, я теперь могу аргументированно многим ответить, что, друзья, вот настоящая инновация, вот будущее России, а не той ерундой, которой зачастую вы сейчас занимаетесь. И искренне передал привет и поздравления Анатольевичу Юницкому. Договорились, что обязательно в ближайшее время он приедет в Экотехнопарк, и уже Виктор с его первым замом согласует сейчас уже график поездки. Обязательно будем подписывать соглашение с Ульяновской области, обязательно будем рассматривать адресные проекты. Вот, и это как раз вот работа, которая началась не сейчас и не вчера, а еще даже задолго до 2009 года, потому что презентация в 2009 году это тоже был результат работы и неоднократных встреч Юницкого с Морозовым и с проработки с администрацией. Вот, поэтому это тоже как результат. И, соответственно, вот реакция Сергея Ивановича Морозова, я бы вот его поставил в один ряд. Я всегда говорил, что после Александра Ивановича Лебедя я вообще мало встречал реально людей, политиков такого уровня, которые действительно могут что-то понять, действительно, которые стремятся не набивать карманы, а реально что-то делать. Вот, я сейчас могу сказать, друзья, что Сергей Иванович Морозов это вот один из тех, кого бы я бы поставил сейчас в один ряд с Александром Ивановичем Лебедем. И он тоже очень долго уже губернатор, уже более 10 лет. Он действительно очень много для области делает. Вот, я его, я говорю, не раз встречал на различных выставках, на различных конференциях, где действительно он стремится, что-то делает. И вот даже вам могу сказать про транспорт России. Вот он как с утра пришел на выставку, и до конца я его видел еще на многих стендах, и он ушел оттуда тоже уже под закрытие. То есть он действительно интересовался, делал, работал. И вот прям буквально перед ним, он был на стенде, и потом к нам подходили ребята, которые занимаются ветровыми генераторами. И они там тоже договаривались по участию в этом ветропарке. Мы потом обсуждали. И они интересно дали такой концепт. Я просто никогда об этом не думал, хотя не раз слышал от Юницкого именно такое инженерное решение, что я от него услышал такой первый раз термин, что наша трасса, которая будет идти линейный город через всю территорию России, и фактически это будет парус, который будет улавливать все ветровые колебания, которые будут происходить на этой территории. И тогда еще Юницкий говорил, что мы будем вырабатывать электроэнергии больше, чем надо будет для потребления трассы, то есть для перевозки груза пассажиров. Я, честно говоря, оставил это, ну скажем так, за пониманием, не концентрировал на это внимание, но когда пришли к нам специалисты на стенд по ветровым генераторам и показали свои проспекты, о том, сколько стоит у них ветровой генератор, сколько, как он устанавливается. Так вот самое, что меня поразило, друзья, ровно половина стоимости генератора, это стоит стол, на котором стоит ветровой генератор, и охрана, то есть датчики, для того, чтобы элементарно его не сняли. И второй момент, очень важный, так как ветровая нагрузка, она не постоянная, то есть она увеличивающаяся и снижает, то очень тяжело делать постоянное напряжение в сети. И основная проблема сегодня у ветровой генерации это аккумулирование. А у нас каждая опора может стать аккумулятором, соответственно, каждая станция анкерной опоры это перезарядный пункт, соответственно, это все включено в инфраструктуру. Так вот, друзья, когда мы там, ну просто на стенде стоя со специалистами ветровой генерации, посчитали, сколько можно поставить ветрогенераторов, сколько это будет стоить и сколько они будут вырабатывать эту электроэнергию, то мы пришли к выводу, что до 50% вырабатываемой электроэнергии может потребляться самой дорогой, а остальное выдаваться во вне потребителя. То есть, друзья, вдумайтесь в цифру, которая сейчас звучит, чтобы вы четко понимали масштаб того, что сегодня делается и предлагается. Мало того, что сегодня уже готовая технология, которая... Отключайте... Да вы не переживайте сильно за счет этих... Это самое, то есть, ну что делать? У них работа такая, понимаете, сорвать нам... сорвать и раздражать. Поэтому, в принципе, мы еще не пришли к выводу или отключать напрочь, так сказать, или наоборот смотреть, как они извращаются и, так сказать, спокойно это... Ну, хотя сейчас там Андрей их сидит, чистит, так сказать, выкидывает. Так вот, друзья, вдумайтесь в цифру, которая сейчас звучит для того, чтобы понимать, что мало того, что мы убираем все пробки с сегодняшних мегаполисов, мы не сжигаем миллиарды тонн нефтепродуктов, которые потом в этих городах душат, мы снижаем аварийность и фактически смертность на дорогах сводим к нулю. Ну, это тоже, друзья, очень важный такой момент, который сегодня нельзя не говорить. Так вот, еще, друзья, это наши струнные дороги, это то, что дает инженерная школа Юницкого, это еще и будет генерирующими мощностями, которые будет вырабатывать электроэнергию. И через день, когда Юницкий приехал, он меня даже поправил, мы с ним пересчитали расчет, так вот мы пришли к выводу уже с его расчетом, что дорога для перевозки всех грузов и всех пассажиров будет потреблять только 20% вырабатываемой энергии, а 80% будет уходить вне потребителя. Так вот, друзья, вот теперь я обращаюсь ко всем, пускай на этот предмет меня еще патролят или там посмеют, что мы сегодня создаем систему, которая не только не будет потреблять никакого топлива, углеводородного, она еще и будет сама вырабатывать электроэнергию. И она уберет пробки, и она уберет фуры со всех дорог, и она снизит смертность до нуля. И вот после этого, пускай мне кто-то говорит, что мы делаем что-то недостойное, или мы делаем что-то нереальное. Так вот, друзья, и это все идет на утверждение той демонстрации, которая была проведена 29 ноября. То есть еще осталось добавить, друзья, что все это уже ездит и работает. И вот это уже действительно становится очень важным утверждением, которое сегодня меняет весь облик сегодняшней цивилизации. И мы как раз с Сергеем Ивановичем тоже так интересно говорили. Я говорю, вот смотрите, многие что обсуждают, там мобильность 4.0, до этого был большой доклад, который вел Андрей Шаронов, там участвовал Олег Белозеров, это руководитель РЖД, министр транспорта, была Лилия, это из компании Сума, которая финансирует сегодня Hyperloop, они вложили туда уже 80 миллионов долларов. был еврокомиссар из комитета комиссариата по транспорту, который как раз очень интересно делал доклад именно по теме 4.0, мобильность 4.0. Так вот, друзья, тот, кто не знает или не сталкивался, не знает, что такое мобильность 4.0, это сегодняшняя попытка всех IT-корпораций сделать умную машину и сделать безопасное движение, чтобы машина, используя компьютеры, искусственный интеллект, используя сегодня средства связи, могли связываться между собой, связываться с светофорами, связываться со спецслужбами, связываться с дорожными службами для того, чтобы снизить аварийность и, соответственно, увеличить безопасность. И сегодня это, ну и как верх, это попытка сделать автопилот для того, чтобы вообще можно было перемещаться без участия человека. На сегодняшний момент это все нереализуемо пока, утопия, хотя концерн Tesla, Илона Маска буквально позавчера заявил о том, что он делает беспилотный электрогрузовик с различной грузоподъемностью и, соответственно, в этом направлении они активны сейчас. И пробег до 1800 километров на одной заправке, ну там не аккумулятор, они делают водородный двигатель, который заряжает аккумулятор, который двигается, которая уже, такая же схема, мотор-колеса, но это все, друзья, утопия без ухода на второй уровень. То есть, если мы все это делаем на первом уровне, где вы едете с умной машиной, а рядом едет пьяный сумасшедший, который либо вот так вот в чатах пишет, либо там, так сказать, еще какие-нибудь вещи делают. То есть, сумасшедших много, друзья, если он на полном ходу езжает вас, но неважно, какая интеллектуальная умная машина у вас есть. Ну и второй, друзья, это непредвиденная ситуация, не дай бог, выбегает человек или ребенок на дорогу. Как работает в этот момент автоматика, какие приоритеты она должна поставить, этого сегодня не может предсказать никто. Единственное решение, которое существует сегодня, это уход на второй уровень, то, что как раз и предлагает инженерная школа Юницкого. И как только мы выходим на второй уровень, значит, сразу же становится очень простая автоматика, сразу же становится простая система управления, что сегодня сделали, и сразу же становится абсолютной системой безопасности, что мы, в общем-то, уже реализовали и делали. И дальше уже как дополнительные опции, друзья, это и фитнес, можно заниматься спортом, крутить педали, вы видели наши ролики с Адрианом, когда можно и вообще там установить полностью, сделать спортзал. Это и кислород, это и массажные кресла, это и система обучения, и медицины, и еще много-много чего. Мы с вами много что будем говорить о Юнибайке, и вы услышите такое, чего предположить сегодня даже не можете. Но однозначно можно сказать, что мы переходим в концепт уже 5.0. То есть, если 4.0 это система безопасности и интеллектуальной системы защиты, то 5.0, это концепция, которую уже вводит наша школа, техника экономическая, это уже концепция мгновенного перемещения. Это не то, что телепортация, вы входите и перемещаетесь мгновенно в другую точку, нет, друзья, это просто о том, как сказал еврокомиссар, что мы сегодня пользуемся смартфоном для того, чтобы звонить меньше 5%, а все остальное это получение данных, это те приложения, которые сегодня находятся в смартфоне. То есть, функции, как телефона обходят на второй, третий, даже пятый план. Точно так же и в системе струнных дорог, юнибайки, где мы будем находиться, они как транспортное средство также будут обходить на второй, третий план. Зачастую будут наиболее важные функции, которые будут сосредоточены вот в этом закрытом, объединенном, как называется, United Mobile Personal Space, то есть объединенное мобильное персональное пространство, которое будет давать настолько много функций, которые как раз и будут переводить цивилизацию абсолютно на новый уровень. И самое главное, друзья, почему сейчас мы это проговариваем и почему сейчас мы делаем на этот акцент, друзья, мы приступили к демонстрации. Включайте ролики, вы это видите, и буквально через две недели вы увидите Юнибус, который будет перевозить 14 человек уже в режиме городского лифта. Это позволяет сделать утверждение, что все пробки в городах сегодня могут остаться в прошлом, что мы можем реально улучшить экологию. И что самое главное, друзья, это абсолютная безопасность. И дальше варианты, линейка по подвижному составу она будет очень расширяться. Это будут и 4, и 6, и 12, и 24 местные Юнибусы. Это будут юнилеты скоростные, это будет комбинированная система, когда Юнибайк будет являться составной частью юнилета. То есть линейка по подвижному составу, она, друзья, просто неограниченная. И самое главное, друзья, что мы это сейчас видим, это реализуется, и это идет на практике. И, соответственно, мы обсуждали все это с Сергеем Ивановичем, он был очень рад и сказал, что обязательно приедет в Экотехнопарк. Еще, я уже упомянул, была очень знаменательная встреча, тоже, когда-то мы очень близко общались, дружили, потом некоторое время не пересекались, где-то последние пять лет, это президент центра Сколково, Андрей Владимирович Шаронов, я тоже его увидел на секции, которую он вел, как я уже говорил, с министром транспорта, с руководителем РЖД, с группой Сума, и когда они закончили, я к ним подошел, я говорю, Андрей Владимирович, в свое время ты подписывал ООН, то есть, когда Евницкому Тофер, это бывший министр транспорта, на тот момент он был замгенерального секретаря ООН, он предложил после двух небольших грантов ООН получить 30 миллионов долларов для строительства первого тестового участка, и по международному праву, по международным соглашениям, страна, которая принимает этот грант, должна дать заключение от Миннауки, от Министерства транспорта, от Министерства экономики для получения такого рода гранта, и я как раз, будучи чиновником, тогда, помогал Анатолию Дуаровичу получать эти соответственные разрешения, и вот от Минэкономики подписал первый заместитель министра на тот момент, это вот Андрей Шаронов, и он большим таким удовольствием тогда нам помог, от Минтранса подписал Насонов, а Миннауки дал отрицательное заключение с формулировкой, что у нас не загруженная существующая система, и новый транспорт в России не нужен, и таким образом МИД не смог оформить документы для ООН, и этот грант не был получен. Хорошо это или плохо, друзья, это, наверное, это все привело к тому, что сегодня мы вышли на краудинвестинг, и сегодня вышли на ту стадию, на которой работаем, поэтому все, что не делается, друзья, все делается к лучшему, поэтому сегодня мы находимся на той стадии, на которой находимся, вот, и когда я показал именно концепцию 5.0 мобильного перемещения, мгновенного перемещения, о том, что мы сегодня делаем, к чему приступили, то Андрей Владимирович тоже с большим удовольствием, мы с ним договорились, что дальше мы будем проводить совместную конференцию уже, вот прям буквально в начале января, ну где-то в середине января, что обязательно они нас будут приглашать на свои семинары, которые проводят с Колково, а мы, соответственно, будем показывать и рассказывать те концепции, ту работу, которую мы сегодня делаем, поэтому это тоже очень такой серьезный, ну, был такой контакт, человек, которого я очень уважаю и который действительно один из умнейших людей, который тоже вот сейчас будем считать сторонник, подключился к нашей работе. Ну и дальше, если уже про эту выставку мы что-то с Алексеем уже рассказывали, вот, поэтому было очень много контактов на разных уровнях и я могу сказать, что то, что мы делаем, особенно, когда это все демонстрируется, это вызывает не поддельный такой интерес людей, и с большим-большим удовольствием люди подключаются к этой работе. Вот, друзья, 29 ноября это новый этап, вот, мы перешли в новую систему демонстрации, чего раньше мы, друзья, не могли показать, мы все-таки показывали не строящиеся объекты, это тоже демонстрация, но все-таки хотелось видеть именно уже действующие модели. Сегодня этот процесс пошел и дальше, и дальше, и дальше мы будем показывать, показывать и показывать уже действующие образцы, их будут десятки, их будут сотни, их будут разные разновидности, вот, соответственно, как я уже говорил, линейка подвижного состава на сегодня не ограниченная, и мы с вами в мае в Экотехнопарке уже увидим ряд новых машин, которые сегодня еще пока даже не показываются, не декларируются. Все, друзья, будет в свое время, и мы будем с вами свидетелями вот этого дальнейшего развития. Также я абсолютно вам точно могу сказать, это уже без преувеличения, скажем так, личное наблюдение, что каждый месяц мы с вами будем участвовать и обсуждать новые запускающиеся адресные проекты, их сегодня готовятся десятки и десятки, вот, и дальше они будут запускаться, и мы с вами уже будем следить за их реализацией. Я могу сказать, что вслед за первым проектом, потому что первый адресный проект, который мы с вами, друзья, финансируем и который мы являемся заказчиками, это строительство Экотехнопарка, который продемонстрирует основные направления новых видов транспорта и новых видов коммуникаций, которые сегодня создаются. А дальше это будет только развиваться, только расширяться и адресные проекты, которые сегодня уже заключаются и сегодня входят в стадию реализации. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами увидим уже об объявленных таких адресных проектов, и за 2017 год их будет не один десяток. В каких странах, друзья, сегодня предполагать, даже фантазировать не буду, я знаю, где ведутся переговоры, это Юго-Восточная Азия, это Индонезия, это Африка, это Европа, это Америка, это Канада, это Израиль, в общем, друзья, какой будет адресный проект, какой дальше будет, разве это как раз все, друзья, покажет время, а мы с вами сейчас однозначно можем сказать, что наша инвестпроводящая система, краудинвестинговая система, она выполнила, ну, казалось бы, нереализуемую задачу, которая была три года назад, на сегодняшний момент мы работаем и развиваемся, и сейчас вот на первой конференции, которая проходила в марте 2014 года, когда мы только-только начинали первые шаги, вот два месяца работали по новой схеме именно краудинвестинга, и вот встает одна очень такая женщина, очень такая в возрасте, но очень такая интересная дама, и задает вопрос, вот у меня нет больших сбережений, я не могу инвестировать крупные суммы, мне нравится проект, вот чем я могу быть вам полезно вот в этом проекте, что от меня лично зависит, и знаете, что я могу сказать, на тот момент я даже не нашелся, что сказать, потому что я всегда искал крупных инвесторов, я всегда работал с банками, с фондами, с высокими чиновниками, а когда вот женщина спрашивает, я даже не знал, что ответить, сейчас, на протяжении вот этих трех лет, я могу сказать, что благодаря вот у нас сегодня 121 тысяча активных инвесторов, это те, кто инвестирует, а всего зарегистрировано в проекте уже более 780 тысяч человек, те, которые интересуются, и рано или поздно они входят в проект. Так вот, друзья, благодаря действиям и нашим сообщим со-работничестве и со-партнерстве создана эта система, и мы можем уже на разных уровнях, и уровне вице-премьера Аркадия Дворковича, и министра, и бывшего министра Левитина, и нынешнего Соколова, и экспертов любого уровня, но Дмитрий Анатольевич Медведев не дошел до стендов, он был на выставке всего 5 минут, зашел, там постоял возле макета поезда Москва-Казань, провел пресс-конференцию и сразу уехал, поэтому мы ждали его 4 часа, но опять же, это время не прошло даром, мы познакомились очень хорошо, пообщались, замминистра транспорта Татарстана, он тоже рядом стоял, ждал, мы пообщались с вице-президентом, это уже Антон Дарш, там был, вице-президентом Алмаз-Антей, еще с рядом, такой, в общем-то, там посетителей не было, туалет закрыли, выйти нельзя было, отойти от стенда тоже далеко нельзя было, потому что охрана все перекрыла, и тем не менее, у нас было время для того, чтобы пообщаться между собой, и я тоже считаю, это очень и очень полезно проведенное время, вот, а потом, когда открыли, то почти 200 человек наших SkyWay'овцев, всех, которые пришли, там на стенде было не протолкнуться, опять же, друзья, могу сказать, что это единственный стенд, я потом, когда по выставке прошел, это единственный стенд, который вызывал столько интереса, где было столько народа, но здесь уже, здесь уже, друзья, наверное, удивляться нечему, так, ну вот, друзья, если подводить итог этой недели, то есть, начало ходовых испытаний, начало демонстрации, вот, посещение ряда делегаций Экотехнопарка, потом транспортная неделя, вот, сейчас опять начинаются интенсивные командировки и переговоры, которые будут вести и Виктор Боборин, и Анатолий Дарчу Юницкий, и вся команда, которая есть, в субботу у нас будет большая конференция в Питере, поэтому все, кто из близлежащих регионов, или тем более из Питера, обязательно приглашаем, делаем, будет возможность поделиться впечатлениями, задать вопросы, получить все ответы, это тоже то, что будет у нас, ну, скажем так, следующий шаг, Алексей улетает, он будет у нас в европейской конференции в Словакии, потому что Словакия на сегодняшний момент это наиболее инвестирующая сегодня страна Европы, вот, сейчас подтягивается Чехия, вот, с Германией мы вот уже полгода бьемся, никак не можем с Алексеем вывести ее на какой-то, они как крохи, конечно, инвестируют, по сравнению даже с теми же Словаками, но мы не оставляем надежды, что все-таки Германия подтянется, вообще инвестиции сейчас, западные инвестиции, это все фактически сегодня уже более 108 стран, вот, а я слышал такую цифру, уже даже 123 страны сегодня являются инвесторами в проект, вот, поэтому угол повесит спутники на где стационарную радио, тут Вячеслав пишет, правильно я потом прокомментирую, они сегодня вешают уже, конечно, вот, и на сегодняшний момент, так, Бразилию надо подключать, Вячеслав, но я могу сказать, что, или там по секрету, могу сказать, что за нами следят, и один из богатейших людей в мире и в Бразилии, он присылал Виктору письмо, что следят, смотрят, и приглашал на презентацию Бразилию, поэтому, друзья, придет время, я так отвечу на этот вопрос, придет время, и даже в России начнутся строиться струнные дороги, но когда это произойдет, и где начнутся в первую, на этот я вопрос ответить не могу, сегодня кандидаты на первую трассу, сегодня несколько, кто из них реально выиграет эту планку, первую, посмотрим, причем, это будет видно уже январь-февраль, январь-февраль следующего года, ну вот, давайте тогда я передам слово Алексею, он, как всегда, расскажет свой взгляд, он участник всех событий, он был и первым техническом прогоне, на участии, переговоры с инвесторами в Минске, и здесь на транспортной неделе, и на переговорах с крупными инвесторами здесь, в Москве, вот, и поэтому у него всегда свой такой, я бы сказал, оригинальный взгляд на то, что сегодня происходит, и как к этому можно относиться, а я в конце сделаю такое небольшое потом обращение, и соответственно, то, что нас ждет в самое ближайшее будущее, здравствуйте, дорогие друзья, кто был на вводном технико-экономическом вебинаре, кто перешел, кто только присоединился, действительно, я могу сказать, что новости развиваются у нас супер стремительно, я бы сказал, и меня определенные события подтолкнули даже, что необходимо наконец-таки пойти улучшать свой по-английски, хотя это он и так, в принципе, чтобы разговаривать достаточно, то есть, долго я не мог себя сподвигнуть, пойти на английский, но мотивация есть, поверьте мне, и более того, есть желание изучить и остальные языки, потому что у нас интернациональные проекты, падресные проекты у нас будут необходимы во многих странах абсолютно. Если говорить про свое мнение о выставке по транспорту России, то, естественно, я могу сказать, что очень серьезно отличается тот иностранца, допустим, то есть, я думаю, что также будут присутствовать, постараюсь присутствовать на выставке в Индии, которая пройдет у нас в начале января, если не ошибаюсь, и иностранные выставки, они кардинально отличаются по именно стратегии, как донесения информации, так и интересующейся стороны, то есть, тех людей, которые посещают стенд, то есть, те люди, которые посещали на выставке иностранца, это были реальные уже, так скажем, адресные проекты, представители те же самые Филиппины, вы помните, я рассказывал историю, когда такие вот крепкие, темнокожие мужчины подошли и интересовались, что же такое происходит на стенде, молча стояли, если бы не спросили бы у них, не завели бы разговор, то возможно на этом приезд филиппинцев и закончился бы, я имею ввиду с точки зрения знакомства с проектом Skyway, но довели дело до конца, установили контакт и уже потом в конце общались с Родом Хуком и так далее по поводу потенциального изменения транспортной стратегии, действительно все так и обстоит, и филиппинцы приехали, представители топ-менеджмента, вот этой крупнейшей по электрификации и по вообще энергетике, по инфраструктуре компании, все оценили, приехали представители PowerCon, приехали представители правительства австралийского региона, то есть Южной Австралии, то есть сенатор был, и все увидели, я думаю, что в ближайшее время мы увидим также новости по каким-то заключением, мы ожидаем очень такие вот положительные новости, которые повлияют и будут дублицироваться на развитие и ход переговоров по всем странам, но если говорить только про себя, то где-то наверное 10 таких вот переговоров тянущихся, долгих, серьезных я веду и постоянно их поддерживаю, и кстати, дорогие друзья, если кто-то имеет необходимость в нашей поддержке Сергеем Анатольевичем, то пожалуйста пишите по конкретике, так скажем, если не знаете как пообщаться с крупными инвесторами, не знаете как пообщаться с теми людьми, которые могут инициировать адресный проект, то есть вот я надеюсь завтра руки дойдут до Дании, там интересная женщина появилась, которая есть выходы на мэра Копенгагена и так далее. И соответственно адресные проекты действительно только в нашей в нашем поле видения Сергея Анатольевичем развиваются очень стремительно. Сегодня вот Алексей Романов мне звонил в сказание, что появились связи по Самаре и это наши активисты всегда не устану повторять наш слоган так скажем нашего не только городского транспортного лифта, но и социального лифта, что любой может стать каждым в проекте Skyway. Для каждого дороги открыты, тем более если у нас это дороги второго уровня и двери открыты. И действительно нужно просто вспоминать и поднимать связи, контакты. Вот, кстати, рекомендую, могу сказать, дорогие друзья, так вот на вебинаре скажу, я начал смотреть интенсив Вячеслава Коалье и как раз таки я думаю, что немногие, я в том числе сейчас готовлю эту систему, немногие работают по системе. Система у нас сейчас сжимается до нельзя, то есть обязательно я всем рекомендую закачать ролик, неважно какой, именно где Unibike едет, потому что это самый железобетонный аргумент. После того, как человек не заинтересовался после вашей аргументации, просто берите у него контакт и прекращайте с ним общаться на этой презентации, говорите, что у вас нет времени, так в принципе и есть, потому что следующие люди ожидают уже принятия информации по проекту Skyway. Если говорить опять же про выставку транспорта России, было очень много посещений стенда, это были больше посещения стенда, не то, что по адресным проектам, потому что иностранцев было очень мало, а как вы все прекрасно знаете, у нас одно пока что институционное соглашение было заключено с Челябинской областью 2 ноября, сейчас готовится, ну я думаю, что точно будет Ульяновская область, я искренне надеюсь, что будет Екатеринбург, будет Казань, будет Самара, по другим городам, ну от Ростов-на-Дону еще, мне коллеги с моей, кстати, первой линии говорили, что есть контакты, будем прорабатывать, потому что шаги и схема в принципе понятны, те вехи, те этапы, которые мы сейчас достигли, они тоже очень-очень очевидны, и подходили ко стенду руководителя электротранспорта именно Уфы, руководитель вообще европейского электротранспорта, вы видите здесь на фотографии, также свою оценку дали и представители компании Nokia, а кто не в курсе, сейчас компания Nokia возвращается на рынок после большой такой затяжной паузы со смартфонами и будут заниматься интересно вот тоже потому что организуют определенную встречу с топ-менеджером Мегафона, но пока что непонятно, как мы будем взаимодействовать и зачем им вообще Skyway, но вспоминая те факты, что на высотных не то что на высотных зданиях, даже двух-трехэтажных зданиях в той же Индии сотовые операторы платят неплохие деньги за аренду установки сотовых вышек, мобильных сотовых вышек и возможно в этом они видят взаимодействие, но Nokia вы знаете, что это серьезный такой вот такая корпорация порождение пятого технологического уклада IT-инфраструктуры именно электронной инфраструктуры и много очень направлений есть, возможно по каким-то направлениям мы будем с ними сотрудничать, также обменялись контактами, но что очень серьезно заинтересовало и господина Митсук, это один из руководителей железнодорожной сферы в Российской Федерации и по чистого сердца, так скажем, зная, что эти слова могут быть записаны, так скажем, и использованы на каких-то ресурсах, как вот мы на вебинарах, человек сказал, что да, действительно, вы в грузоперевозках, вы будете вне конкуренции, естественно, он не говорил про пассажирские перевозки, но упомянул про Донбасс, упомянул про то, что там нужно было пообходить петлей на большие расстояния, это соответственно очень сложный рельеф, очень огромный, не то, что затраты вообще не невозможно реализовать с помощью современной транспортной инфраструктуры данное решение, а технология Skyway, цитирую, да, это уже походит на правду и интересная технология при решении данных задач, и это говорят железнодорожники, мы не собираемся ни с кем конкурировать, и стратегия у нас выстроена таким образом, что даже вице-президент компании Siemens попросил пригласить его на демонстрацию Экотехнопарка, когда уже поедет Юнибус, когда будут продемонстрированы серьезные пролеты, и нас не восприняли как конкурентов, нас воспринимали как то недостающее звено, которое сейчас весь мир ожидает между транспортом первого уровня и высокоскоростным транспортом к счастью нас как конкурентов не восприняли. Дорогие друзья, я хотел бы вам показать, и обязательно мы сделаем подборку, я думаю на следующем вебинаре мы вам сбросим, но посмотрите это видео, я был поражен во-первых, ну естественно стоимостью и проект Москва-Казань все надеются, что будет финансировать Китай, по нашим определенным сведениям Сергею Анатольевичем Китай не будет финансировать, все в нем уверены, кто развивает этот проект именно в строительстве высокоскоростной трассы традиционным на сегодняшний день способом, но не поленитесь, посмотрите это видео и потом найдите на канале Юницкого насколько более простое строительство, простой монтаж опор, простое возведение путевой структуры по сравнению с дорогостоящим извините за 1 километр 20 миллионов долларов у нас это в 10 раз будет дешевле максимум это 8-9 раз дешевле именно по стоимости 1 километра путевой структуры посмотрите не поленитесь потому что это нужно еще построить за 20 миллионов долларов это нужно еще все реализовать какая там сложная технология какие землеотводы должны быть выделены какая сложность монтажа сколько строительных бригад должны это строить какая скорость вообще строительства то есть я спросил такой вопрос дорогие друзья сколько вообще будет строиться вот это вот этот проект говорят что скорость строительства зависит от многих факторов от погодных от согласования с администрациями но можем привести пример строительства что мост допустим вантовый мост строится ну примерно 3-4 года опять же через Керченский пролив мост то есть Крымский проект это тоже нам закралось в душу и в мозг и в разум Сергею Анатольевичем цифры что 14 миллионов тонн в год можно перевозить 13 миллионов пассажиров в год перевозить и это соответственно возможность пассажиропотока грузопотока только одной линии нашей путевой структуры причем даже если это будет юнибайк наш всеми любимый юрки мускулисты как я его называю юнибайк то даже юнибайк будет способен перевезти по 300-400 килограммов контейнерная перевозка если убрать сидение и сколько еще опций которые даже были освещены то есть лаунж спорт универсальный когда с инвалидом инвалидом можно будет действительно комфортно безопасно и без каких-либо ущемлений прав перемещаться в транспорте второго уровня а сколько еще опций будет потому что наша путевая структура она подразумевает впитает себя все технологические новшества 5-го технологического уклада это вся IT-инфраструктура это даже китайцы сейчас я обещал на дневном вебинаре нашел статью пожалуйста посмотрите почитайте китай запустил линию квантовой связи первую линию в мире длиной 712 километров очень сильно этим гордятся и что они скажут если мы продекларируем что у нас путевой структуре на сегодняшний день это оптоволокно и силовые кабели все виды аналоговых цифровых сигналов никаких перебоев с мобильной связью не будет с вайфаем с интернет и также я у Виктора Бабурина поинтересовался что Виктора теоретически вообще вот мы можем сделать через нашу путевую структуру именно линию квантовой связи то есть все сейчас задумываются об этой проблеме нам также нужно задумываться на самом деле потому что проблема безопасности она формируется именно вот утечки прорехи в системе безопасности как наземной транспортной которую у нас решает соответственно охранный модуль так и IT инфраструктура безопасность она очень серьезно стоит когда квантовый компьютер появится так как он попадет также в руки злоумышленников и соответственно нужно будет всю нашу инфраструктуру каким-то образом защищать ну а тех как вот мы сегодня говорили то что я вот думал всегда адресные проекты в Европе где допустим нет никаких полезных ископаемых где единственное применение такое вот широкомасштабное можно внедрить Skyway так как мы будем убирать полностью фуры с дорог что еще и я вспомнил в Словакии вот когда подлетаешь в Братиславе фотографировал не раз на телефон и я думаю все заметили в Европе что ветровые мельницы они стоят и вырабатывают энергию так вот действительно Анатолий Эдуардович продекларировал что одна пятая всего лишь будет расходоваться энергия а все остальное от путевой структуры когда будут ветрогенераторы встроены в наши промежуточные опоры и как вот сказали изобретатели ветрогенераторов которые к нам подошли что примерно 1000 евро стоят вот эти вот электрические ветрогенераторы и основная часть этих денег уходит на безопасность и сами опоры а у нас соответственно опоры будут безопасность будет вся инфраструктура будет то есть эти ветрогенераторы будут стоить копейки и в этой логике мы действительно можем прийти к такому выводу и исходному результату как стоимость проезда по нашей путевой структуре и в нашем транспорте будет ноль и вы видите как сегодня падает стоимость проезда в такси и я думаю что сейчас каждый здравомыслящий человек пользуется яндекс такси убером не пользуется частниками потому что это оптимизация и стоимость кошеринга стоимость передвижения она также будет минимальной в будущем естественно кто-то будет продолжать передвигаться на первом уровне но стоимость транспорта второго уровня она будет стремиться действительно к нулю и не просто к нулю а к плюсовому значению плюсовому значению вообще до 80 процентов до 60 процентов дополнительной прибыли это прибыль дорогие друзья которая кстати сейчас не считается потому что это футурология это мы будем внедрять в путевую структуру сейчас этого нет мы не имеем права это подсчитывать но представьте насколько много дополнительных отраслей дополнительных ответвлений технологии skyway появится то есть взять ветрогенераторы это будет самокупаемая трасса если сегодня мы говорим про некоторые проекты что у них будет окупаемость вот проект в боливии там вообще меньше года доходность очень серьезная это к вопросу откуда будут браться дивиденды и сколько будут стоить активы если говорить про массу адресных проектов и поверьте мне на слово что сеть транснет сеть струнных дорог окутает Европу очень быстро потому что Европа находится сейчас в серьезном кризисе то что Британия выходит из строя Евросоюза планирует выходить и Брексит вот эти все тенденции Евросоюз начинает пошатываться и нужна какая-то новая стратегия в первую очередь это может быть транспортная инфраструктурная стратегия и Жозеф Жозеф руководителей по созданию международной транспортной стратегии именно европейской транспортной стратегии сказал на форуме на то что соответственно Жозем Маньол Вьегаш то есть мы с этим человеком еще будем связываться обязательно через президента Сколкова будем выходить на связь потому что была пленарная дискуссия организована президентом Сколкова и очень интересные высказывания когда представители суммы рассказали про Hyperloop и за Hyperloop я слежу на этом вебинаре я останавливаться не буду что-то они там делают но что-то подсказывают что они делают не особо инженерно подкрепляемую технологию именно инженерными расчетами и так далее как бы это не повлекло за собой какие-то человеческие жертвы или аварии но дай бог им все продемонстрировать когда-то вообще и дай бог им успеха так вот Жозем сказал что дорогие друзья о чем вы говорите какой гиперскоростной транспорт если сегодня у нас проблема транспортной доступности не просто не решена о чем во главу всей стратегии развития Skyway ставит Монатолий Эдуардович это транспортная доступность это комфорт это безопасность и скорость перемещения и о чем вы можете говорить когда мы погрязли в пробках когда из небольшого городка в другой городок а в Европе соответственно нужно проезжать некоторые расстояния чтобы добраться из одного населенного пункта в другой это у нас в России большие мегаполисы у них мегаполисов больших меньше у них небольшие городки которые связаны обычной автомобильной дорогой и сколько я ездил в Европу действительно большие пробки не в часы пика а вообще всегда и давайте вот это сначала решим не нужно говорить здесь всякие такие вот мифические штуки давайте решать существующие проблемы и я вот действительно радуюсь что попал именно на его высказывание на английском он это все вещал и я понял что это же мобильность 5.0 про которую сейчас мы как практикующие футурологи говорим Виктор Бабурин как реалист как именно зам директора по развитию зао струнные технологии говорил об этом на инотрансе говорил об этом на своих докладах но дорогие друзья мобильность 4.0 это мобильность современного транспортной индустрии со всеми вениями и логами 5.0 технологического уклада с интернетом с датчиками системы автоматизированного управления с беспилотным управлением но это не решает те проблемы которые ставит перед собой сейчас современная транспортная индустрия если говорить опять же про беспилотные автомобили то я могу привести пример дорогие друзья про Волгобас и я как человек с большим ростом высокий так скажем парень зашел в Волгобас всегда я так вот распрямляюсь в транспорте что меня порадовало в Юнибусе и это отметили многие наши коллеги с международной делегацией что действительно не просто там 18-19 человек вместится если еще люди начнутся ложиться на этих людей ну предположим то места всем хватит и контейнерные перевозки если убрать соответственно пассажиров оттуда два контейнера в легкую вместятся и это действительно очень серьезная ниша которая только по одной линии может обеспечить 1 четвертую примерно перевозок ну чуть-чуть больше 1 четвертой перевозок всей транссибирской магистрали это на сегодняшний день то что мы продекларировали и демонстрируем мы стремительно приближаемся демонстрации Unibus то есть через считанные недели я думаю уже в следующем году это произойдет мы приближаемся к сертификации и вы увидите в конце этого вебинара репортаж в котором Анатолий Эдуардович все расскажет никто лучше него это не сделает и действительно мы сначала будем демонстрировать как вот сейчас демонстрируем на путевой структуре без струн потом со струнами но без бетона потом и со струнами и с бетоном и силовыми кабелями и всей цифровой аналоговой инфраструктурой в общем с полноценной путевой структурой которую мы ее и закладываем это будет продемонстрировано уже весной это будет полная подготовка к добровольной сертификации которая будет являться важным этапом для сертификации на любом континенте в любой стране где технология Skyway понадобится и как мы говорили уже глобальный такой большой пул адресных проектов формируется и дорогие друзья напоследок я хотел бы остановиться о венчурности вот не верю инвестировать не буду я больше чем уверен что это тролли заходят и может быть один человек действительно не верит то есть ничего страшного так скажем поверите когда будете перемещаться в этом транспорте будете передавать не то что за проезд а передавать свои мысли что вот действительно это реализовалось я когда-то не верил потому что за проезд не нужно будет передавать все это будет через мобильные приложения формироваться и не будет такого что кондуктора кондуктора тоже кстати естественно уйдут в историю и все вы помните проект терранос элизабет холмс стив джобс юбки ее называли проект этот как родился с фурором с успехом многие симпозиумы конгрессы проводились один миллиард инвестиций был привлечен этим проектом но так как никто не увидел оборудование так как никто не видел демонстрацию это действительно уникальные я считаю технологии и было бы огромным счастьем если бы это действительно оказалось реальностью мы обязательно это бы в будущем применили бы в медицинском направлении юнибайка и все вы помните про китайский автомобиль то есть посмотрите на ссылку что-то большая ссылка чтобы у вас всплыло в памяти я приведу картинку и расскажу что же стало с этим проектом покажу венчурность вообще современных глобальных проектов вы видите вот в начале я поставлю презентацию такую торжественную наверное представители правительства также присутствовали и это автобус тоннель так скажем то есть китайцы позиционировали компания ТЕБ говорящие такое название тоже вот если по-русскому называть то понятно к чему вела вообще вот даже из названия исследовать эта компания и они оказались мошенниками дорогие друзья они собрали инвестиции без так скажем гарантии через схему взаимного кредитования то есть пир-ту-пир запустили это показали что-то там возможно проехалось хотя я не видел в движении именно в полноценном движении планировалось это в запуске одной из провинций и вот недавно на просторах интернета я увидел что в принципе сейчас этот технологический уродец как его называю стоит пылится в одном из ангаров и сейчас он никому не нужен абсолютно и соответственно уже два месяца топ-менеджеры ТЕБ никому не отвечают на звонки этот стартап как благополучно собрал инвестиции так и они пропали из поля деятельности никто не знает сейчас что будет с этим проектом но что-то мне подсказывает что будет история повторяться в стиле Элизабет Холмс так вот такого риска что что-то будет не реализовано я думаю что такие сомнения будут у недальновидных мягко говоря людей только возникать на сегодняшний день мы продекларировали мы продемонстрировали мы показываем мы закладываем мы делаем мы планируем мы достигаем этих планов мы формируем адресные проекты но всегда негативщики всегда пессимисты будут утверждать что это не получится другое не получится даже когда будет продемонстрирован высокоскоростной транспорт но что я могу точно сказать вот такой венчурный проект глобальный венчурный проект с потенциальной высокой прибылью дорогие друзья это еще поискать и скорее всего таких проектов просто в мире нет и не существует и мы войдем еще в историю с этой казалось бы в начале сомнительной на такой хлипкой юридической основе сейчас это мощная юридическая финансовая основа институционный меморандум и так далее схеме именно сетевого построения корпорации и действительно мы достигаем тех результатов которые заложили что говорить о ТЕБ что говорить о проекте Тиранос венчурные инвестиции провалились гарантий нет люди деньги потеряли это даже не сфера интернет проектов где высокорисковые хайповые инвестиции хайпы бывают и в высокотехнологиях высоких технологиях высокотехнологичных венчурных проектах но что я могу сказать определенно наш проект никто хайпу не имеет права отнести и если кто-то сомневается что мы не продемонстрируем высокие скорости 500-600 км в час мы не продемонстрируем грузовую систему просто наблюдайте и потом думайте почему же я допустим троллил почему я не инвестировал почему я за гроши работал на кого-то и писал такие вот лживые комментарии подготовленные очень плохо с технической точки зрения то есть заготовленные я думаю копипейстом они копировал ставил просто заготовленные фразы пользуют и дорогие друзья уже будет другой этап уже будет я думаю без пяти минут как будет закрываться финансирование корневой технологии обязательно мы к этому придем потому что все мы с вами уже более 700 тысяч людей по всему миру более чем 120 странах строим Skyway спасаем планету и даем дорогу в мир транснету поэтому до скорых встреч каждую среду мы с Сергеем Анатольевичем будем освещать как водную часть так и технико-экономическую до того момента как будет происходить закрытие финансирования корневой технологии и я думаю что при адресных проектах также традицию вебинаров мы продолжим уже будем давать вебинары о технильных адресных проектах далее об общепланетном транспортном средстве что мне очень действительно радостно Анатолий Эдуардович также видит подготовительную стадию проработки адресных проектов финансирования адресных проектов финансирования именно с помощью краудинвестинга с помощью народного финансирования вот такой такая сегодня часть моя монолог Сергей Анатольевич если есть что-то сказать еще то передаю вам слово благодарю друзья до скорых встреч я уже поставил видео так спасибо Алексей вот я тут пока параллельно Алексею слушал в перископе пообщался много вопросов на какие-то можно ответить отвечать на на какие-то нельзя ну там по времени вот поэтому действительно очень хорошая иллюстрация и про этот автобус потому что в свое время был в прошлом году помните там разговоры что вот технология там при чем здесь Skyway там и так далее и так далее ну много друзья за это время уже возникло ушло и реально хайповских проектов и интернет проектов и каких только не было уже вот я сейчас когда с этим не сталкивался и не знал о том количестве проектов которые в этом бизнесе в этом бизнесе крутятся и делаются вот сегодня становится более так понятно так вот друзья на сегодняшний момент основная наша задача и то что мы сейчас начинаем дальше двигаться и делать это именно упрощение с точки зрения имиджа как нормальной инженеринговой компании вот задавали вопрос и вот Алексей отвечал по венчурности что да венчурность присутствует и будет присутствовать мы сегодня отвечаем на вопрос технический то есть когда собственно показывается что все технологии есть она существует она работает развивается есть конструкторская база есть производственная база есть испытательная площадка как от технопарк но друзья к нашему великому сожалению на то что мы повлиять не можем начинает правило несколько другой игры начинается конкуренция недобросовестная конкуренция начинается политика недобросовестная политика вот и это то с чем мы сталкиваемся это наш мир в котором мы живем и боимся мы или этого или нет или знаем или как с этим бороться конечно друзья если сегодня сконструирована и сделана такая сложнейшая инженерная система и она работает значит все остальное тоже и предусматривается и делается много задавали вопрос что а вот как вы предусматриваете там стрелки повороты депо я сразу друзья это вопрос или ответ конечно предусматривается как без этого может то есть вы говорите я хочу купить мерседес а у него колеса точно есть а двигатель внутри есть а бензин туда можно заливать понимаете вот все такого рода вопросы они в основном именно идут от людей которые не хотят что-либо слушать или что-либо о чем-либо думать вот естественно что проработаны все технические вопросы все технологические вопросы дальше строительные связанные со снасткой с картой строительства и так далее очень много вопросов которые еще и будут возникать и они будут решаться вот здесь друзья нет ничего необычного не так сказать не сверхъестественного вот другое дело что есть ряд вопросов связанных с юридической схемой она постоянно и постоянно совершенствуется вот мы ее сейчас довели до определенного такого уровня когда любой инвестор который приходит он гарантированно вносится в реестр акционеров и сейчас еще параллельно с традиционным ведением реестра продумываем и в следующем году скорее всего будет реализован механизм это по ведению параллельного реестра по технологии блокчейна вот это ни в коем случае не меняет чтобы потому что некоторые говорят там это можно что-то потерять или как-то рисковать друзья они будут параллельно существовать но по тому как сегодня совершенствуется работа технологии блокчейн на мой взгляд это будет более серьезная защита чем та юридическая защита через независимый реестр держателя который сегодня есть хотя друзья я думаю что какое-то основное время будет и так и так работать соответственно и та и та система вот тут очень много я хотел более подробно поговорить по производительности той легкой трассы которая сегодня демонстрируется и делается потому что буквально одной фразой скажу друзья что мы были на выставке и прямо за нашей стенкой демонстрировался Керченский мост и по производительности которая там демонстрировалась и заявлялась то есть это еще строится она сегодня ниже чем даже вот этой легкой трассы Skyway а про цену друзья она отличается даже не на один порядок и что-то мне подсказывает даже не на два вот поэтому это как раз сегодня к слову о конкурентности и о способности технологии когда я это озвучил министру Соколову о том что такие характеристики у трассы он у него прям глаза так сказать защелкали а когда я еще сказал что эта трасса независимая по энергетике она не будет не потреблять а вырабатывать электроэнергию и пересадочный узел станция которая стоит она на 50 миллионов пассажиров он прям говорит все-все-все хорошо мы вам будем помогать я вас познакомлю с губернатором Воробьевым Московской области с московским департаментом транспорта вообще так сказать давайте давайте дружить вот на этом мы с ним расстались но я просто видел как вот такие цифры они действуют на специалистов потому что кто не понимает ну друзья ну какая разница ну 200 миллионов 20 миллионов тонн 50 миллионов пассажиров перевал для тех кто не задумывается этот вопрос не имеет никакого значения а вот для специалистов это конечно друзья очень и очень значимый такой цифра которая сразу переворачивает очень очень многие понятия вот поэтому друзья давайте двигаться дальше у нас у всех в руках появился мощнейший сегодня инструмент для доказательной базы для того чтобы убеждать показывать для того чтобы демонстрировать вот собственно для этого и создается Экотехнопарк тоже задают вопросы сейчас по закрытию краудинвестинга и входа в корневую технологию здесь друзья вы уже не раз наверное слышали ответ и думаю не надо на этот предмет переживать что есть целое целое направление в инженерной инженерной школе Юницкого по направлениям Skyway это мощнейшее первое направление потом есть еще ну я не могу сказать такого же масштаба но очень значительные технологии которые также можно будет выводить по технологии в мир краудинвестинга и что самое главное мы сейчас прорабатываем и в ближайшее время готовы будем предложить механизм именно использования краудинвестинга для запуска адресных проектов когда можно инициировать на первой стадии инвестировать в проект с дисконтами со значительными дисконтами и когда проект движется туда приходят серьезнейшие инвесторы тогда это очень быстрая будет капитализация но скорее это будет уже работа для нашего совместного уже инвестфонда вот который также сейчас в стадии такой проработки и именно выработки концепции поэтому друзья много что будет дальше интересного и серьезного вот ну и конечно всем нам большая награда будет это запуск первых адресных проектов потом строительство первых трасс потом первые дивиденды потом капитализация и это друзья награда я думаю за то терпение или за ту работу которую мы с вами и дорогу осилит идущий поэтому очень многие не верили да и сейчас не верят до той стадии к которой мы дошли и то что мы дальше пройдем но это друзья их удел их проблемы а мы с вами реализуем делаем не зря сегодня делом нашей уже как бы жизни становится строй Skyway спасай планету и вот сейчас после выставки транспортной недели в Москве я могу сказать что друзьям мы та команда мы та компания то направление которое действительно может продекларировать важнейшие вопросы сегодня для каждого для цивилизации в целом и самое главное что мы сегодня обладаем решением этих вопросов к которым мы все с вами абсолютно сопричастны поэтому друзья давайте двигаться дальше привлекать инвесторов строить следить за проектом и соответственно каждый из вас может сказать что я к этому реально приложил свои усилия спасибо друзья за то что вы с нами давайте двигаться дальше с многими я думаю что я увижусь на субботу воскресенье в Питере вот на нашей очередной конференции Алексей будет в Словакии поэтому друзья строй Skyway спасай планету все друзья давайте всего доброго до новых встреч здравствуйте с вами Михаил Кириченко вы смотрите новости международной группы компании Skyway в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий сегодня вашему вниманию предлагаем очередной репортаж из экотехнопарка Skyway и вашим гидом сегодня будет сам генеральный конструктор проекта Анатолий Эдуардович Добрый день Добрый день Добрый день Расскажите пожалуйста на каком событии мы сегодня с вами на каком мероприятии находимся Ну на радостном мы ставим на колеса юнибайк это испытание это не демонстрация при этом мы испытываем не только юнибайк но и путевую структуру эстакаду рельсострунную при этом мне часто задавали и задают вопросы а что будет если порвется струна а что будет если бетон разрушится внутри рельса а ведь нам нужно проходить экспертизу сертификацию естественно эксперты задают такие же вопросы поэтому мы делаем испытания поэтапно и сейчас мы стоим у путевой структуры в которой нет струн струна является в данном случае рельс он натянут и внутри рельса нет бетона то есть это тот случай когда ну неважно по каким причинам длинно трясение террористы или что-то еще произошло нет струны нет бетона а видите дорога работает мы стоим в середине пролета и видно что юнибайк висит и деформация очень небольшая потом когда мы отработаем вот этот вариант а для этого нужно и статику и динамику разгон торможения тормозной путь колебания ветровые нагрузки сейчас довольно сильный ветер и холодно я думаю это всем заметно но он стоит видите достаточно четко когда мы это отработаем вот тогда мы натянем струны тогда мы уберем провисы путевой структуры более того мы сделаем противовыгиб и когда транспортное средство поедет неважно юнибус юнибайк то он этот противороги задавит и будет ехать по дивану на ровном пути мы это покажем при этом тоже пройдем кокрис испытаний уже со струной то же самое статика динамика разгон торможения тормозной путь сцепление колеса с рельсом полноценное испытание при этом сейчас бетона нет и а труба пола это резонатор длиной 800 метров то естественно небольшой шум есть но конечно он не такой сильный как на железнодороге это слышно я думаю могли все слышать да это небольшой шум а потом уже мы на третьем этапе испытаний закачаем бетон это уже будет весной следующего года закачаем бетон и уже сравним со всеми вот предыдущими вариантами испытаний уже полноценные испытания и тогда же это уже будет как раз последняя стадия сертификации и поэтому к экофестивалю мы уже покажем действующую полноценную дорогу с отработанными режимами движения с полноценно работающим транспортным средством средством не только юнибайком но юнибусом при этом уже будет стоять вот фирменная струна эстакада длиной 950 метров и уже будет вот там сзади у нас идет стройка грузовой трассы мы ее тоже покажем и вот этот комплекс мы хотим продемонстрировать а сейчас еще раз повторяю мы не демонстрируем мы делаем испытания спасибо большое в одном из прошлых репортажей вы говорили о том что вы как раз в общем-то и упоминали что испытания начнутся с скажем так с симуляции каких-то аварий неисправностей и так далее в том числе вы говорили о том что будет испытываться помимо структуры там без бетона без струн также и неработающий мотор колеса 1, 2, 3 и 4 будет ли здесь проводиться такие же испытания вы в прошлый раз рассказывали о юнибусе сейчас мы говорим о юнибайке безусловно то есть мы должны отключать отдельные системы и тестировать работу допустим вышло из строя одно мотор если открыть капот то там удивитесь сколько механизмов это вот как капот автомобиля открыт или электромобиля там все забито механизм то же самое и здесь это сложнейшая машина По сложности она тоже электромобиль или самолет. Спасибо большое. Но мы уже выяснили, что даже, скажем так, с путевой структурой без струны внутри, но она сама натянута, преднатяжена как струна, и без бетона юнибайк она выдерживает, не деформируется сверх... Нет, она не деформируется, но это в допустимых пределах. Сверх допустимых пределах. Да, я вот хочу как раз об этом сказать. Вообще-то трасса, когда мы уже натянем струны, закачаем бетон, будет рассчитан на скорость движения до 150 км в час. Вот я и хотел спросить, с какой скорость он может двигаться сейчас. Я понял, и юнибайк. Но поскольку струны еще нет, и она еще не полноценная трасса, то скорость движения здесь, она будет комфортная. И мы уже у нас там испытатели сидеть внутри. Он говорит о том, что очень комфортное движение. То есть мы можем даже по дороге, где нет струны и бетона, ехать за скоростью 60-70 км в час, и движение будет комфортным. Это в 2,5 раза выше скорость, чем на канатной дороге. То есть вот эта дорога, она уже будет в таком виде вводиться в эксплуатацию, она будет лучше и эффективнее канатной дороги. В 2 раза. Это по скорости. А по качению колеса, колесо здесь катится по рельсу, цилиндрическое колесо по плоскому рельсу. Поэтому сопротивление качения колеса у нас меньше, чем на канатной дороге, в 5-6-7 раз. Поэтому энергетика здесь лучше будет, чем на канатной дороге. Канатная дорога, там же малый диаметр каната, и колесо тор опирается на вот этот канат малого диаметра, при этом идет износ реборт от роз на канат, и канат тоже быстро истирается. Через каждые 80 лет его нужно менять. А у нас можно эксплуатировать в таком виде трассе 100 лет. Спасибо большое, Анатолий Дуарович. Думаю, технические вопросы все вы прояснили. Хотелось бы еще узнать о ваших ближайших планах по продвижению проекта. Насколько я знаю, ожидаются какие-то не на празднования, опять же, для всех скажу, а на то, чтобы быть, скажем так, свидетелями тестирования для, наверное, заключения каких-то или контрактов, или, по крайней мере, обсуждения условий сотрудничества в ближайшее время, а также в ближайшие же дни вы, по-моему, должны участвовать в работе выставки в Москве, где даже ожидается присутствие премьер-министра России Дмитрия Медведева. Так ли это? Да, 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 это так. Естественно, мы пригласили на тестирование ряд наших партнеров, потенциальных заказчиков, чтобы показать, как идет работа над системой, причем эта же система у нас комплексная. Это комплекс, потому что есть подвижной состав, есть эстакада, есть инфраструктура, есть автоматизированная система управления. И как мы вот ведем эти работы плановые для того, чтобы весной сертифицировать и уже поставить заказчикам. И мы ведем переговоры по заключению ряда адресных проектов, контрактов по ряду адресных проектов. Это вот сейчас у нас филиппинцы, это Австралия, это Индия, это Канада и другие страны. Спасибо большое. Пожелаю вам в первую очередь и всем нам успеха на пути к достижении нашей благородной цели. В завершении нашего репортажа хотелось бы, как всегда, по старой доброй традиции, пожелать всем подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлением новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv.defeasystems.com. Поддерживайте наш проект и тогда успех неизбежен. Строй Skyway! Спасай планету! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...